Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск выходит сразу по двум причинам. Ну, вернее, не так. Выбор рецепта для сегодняшних выпусков определили сразу две причины. Постоянные зрители канала прекрасно знают, что я очень люблю домашние колбасы, ветчины, беконы и есть, и готовить. А еще все знают, что я крайне ленив и постоянно норовлю себя облегчить задачу, даже в мелочах. Когда мы готовим какую-нибудь вареную колбасу или сардельки, сахиски или вареные копченые изделия, главная задача тепловой обработки довести температуру внутри изделия до заветных 69-70 градусов и при этом ни в коем случае не допустить перегрева поверхностных слоев, это взаимо изделие, выше температуры 80 градусов. И это, доложу я вам, изрядный геморрой. Потому что пока в центре батона, внутри куска бекона, например, температура 15-20-25 градусов, а снаружи 80, то есть разница достаточно велика, 55-60-65 градусов, прогрев идет сравнительно быстро. Но когда внутри температура достигла, допустим, 55-60-65 градусов, а снаружи все те же самые 80, эта разница уменьшается до 25-20-15 градусов. И прогрев в этом случае очень сильно замедляется. Конечно, когда изо дня в день готовишь по одному и тому же рецепту, ну, не знаю, например, готовишь ветчину каждый день, или, не знаю, два раза в неделю, батоны строго по 700 граммов весом, диаметром по 80 миллиметров, то технология отработана. И четко знаешь, что на прогрев, на варку этой ветчины в кастрюле у тебя уходит там 4-4,5 часа, или в духовке, допустим, ровно 5,5 часов. И в результате можно спокойно планировать свой рабочий день, исходя из этой информации. Но я, например, регулярно пробую какие-то новые рецепты и предсказать хоть с какой-то точностью, сколько времени займет тепловая выработка в этом случае, не знаю, там полтора часа, два с половиной, или вообще шесть часов, я не могу. Поэтому я порылся на ebay и купил себе вот такую штуку. Это погружной циркуляционный насос для су-вида. Он сам гоняет воду, сам ее нагревает до заданной температуры, здесь элемент нагревателя есть, и сам поддерживает эту температуру. Мощность 1300 Вт. Производитель утверждает, что он рассчитан на объем до 20 литров. Я его купил за 70 евро. Внимание, я пользуюсь этим агрегатом всего неделю, и у меня просто нет статистики, насколько он надежен. Сделан вроде бы добротно. Сайт, на котором я его высматривал, проверял, пытался найти, что это себя представляет, вроде бы немецкий. Но, учитывая сегодняшний реалий, я, например, совершенно не удивлюсь, если выяснится, что это только марка, условно немецкая, а делается он где-нибудь в Китае. Хотя написано здесь, что сделано, вроде бы как, в Германии. Не уверен, не суть важна. К слову сказать, я совершенно не питаю какого-то там предназначительного отношения к вещам, изготовленным в Китае. Сейчас целая куча продукции делается там, и все прекрасного качества. Не суть важна. Так вот, первая причина выбора рецепта, это показать, как вот этот агрегат работает. Ну, вернее, насколько удобнее пользоваться именно им, а не всякими там градусниками или духовкой. А вторая причина состоит в том, что под роликом с колбасками, под роликом с сосисками регулярно появляются вопросы, можно ли приготовить то же самое, но без свинины. Поэтому я решил опробовать новый рецепт, колбаски из курятины. На этом подзатянувшиеся вступления завершаю. С курицей надо оботрать все мясо вместе со шкуркой. Кости и остов пойдут в морозилку, я из них потом готовлю бульоны. Очень важно шкурку куриную тоже в фарш добавлять, потому что она содержит очень много жира, а именно жир придает ощущение сочности колбасным изделиям. Кстати, идею этого рецепта я взял у Павла. Это хозяин магазина, я ем колбаски. Я вам про него рассказывал и всячески рекламировал. Кстати, у него посылочка пришла, так что очень скоро кое-что из этой посылочки в дело пойдет, обязательно покажу. А вы пока можете за новыми интересными рецептами колбасных изделий на форум магазина идти. Там дурного не посоветуют. Итак, всю курятину надо превратить в фарш. Примерно так. Теперь добавлю обычную поваренную соль, черный душистый перец и сухой чеснок. Может было бы и свежего добавить, но чистить лень. А теперь все старательно вымешиваю вот в этом агрегате. Опережая вопросы, обзор этого агрегата с его плюсами и, главное, минусами я делал в отдельном выпуске. Если пропустили, можете зайти в плейлист канала Skills and Tools и там посмотреть. Ну, ссылочку на видео тоже в описании видео дам. И, кстати, в описании видео я всегда указываю пропорции, точные пропорции по рецепту. Если вы этот ролик не на YouTube смотрите, то переходите на YouTube и заглядывайте в описании. Там все найдете. Фарш вымесился, а я уже все подготовил для набивки колбасной оболочки. Набивать буду при помощи вот этого колбасного шприца. Обзор на него делал. Ищите в плейлисте Skills and Tools. Я, кроме того, и под видео ссылки обязательно пишу. И в самом видео тоже указываю. Правда, сейчас с аннотацией на подсказки перешел. Это сейчас вот в этом углу экрана такой восклицательный знак должен появиться. Нажмете и увидите все. А если восклицательного знака нет, то это значит вы сами в настройках YouTube эти самые аннотации отключили. Тогда, увы вам, я натуральную оболочку в интернете покупаю. Наебые. А вы, кстати, можете у Павла Колбаскина. Да-да, это реклама. Либо в метро Кошинкере. По слухам там бывает. Кстати, хранится она у меня в холодильнике. Перед использованием я ее вымачиваю в прохладной воде. Минут 15-20 где-то. Ну и промываю от соли. Можно набивать. Раньше дело-то вообще при помощи мясорубки. А можно воронку вырезать из пластиковой бутылки. Ну, со шприцом, конечно, в разы быстрее и удобнее. Я, как вы знаете, ленив и норовлю постоянно себе облегчить задачу. Вот в таком разрезе. И вот теперь колбаски нужно довести до внутренней температуры 68-69-70 градусов. При этом очень важно не перегреть поверхность ни в коем случае выше 80. Раньше я это делал в обычной кастрюле. Наливал воду, грел ее до 80 градусов. Замерял это вот этим термометром. А вот этот термометр использовал для измерения температуры внутри колбаски. Гонял щуп в центр одной колбасы и смотрел. Но сегодня я сделаю все проще. Упакую вакууматором колбаску. Тоже купил его на ebay и пользуюсь им всего неделю. Не знаю, сколько прослужит, поэтому рекомендовать ничего не могу. Обошелся он мне 89 евро. Может он через месяц сломается, не знаю. Включаю. Откачивает он воздух. И видите, загорелась эта кнопка. Значит он запаривает пакет. Опа. Готово. И так же с остальными колбасками. Готово. Все. Перекладываю их в чашу. Устанавливаю насос нагревательный. И включаю. Все. Когда он нагреет температуру до 70 градусов до заданной, включится таймер отчета. И через 40 минут он мне запищит, что все. Выдержал при этой температуре 40 минут. Если бы я готовил как раньше, то есть в кастрюле, то я бы носился сюда каждые 15 минут, регулируя нагрев, подбирая вот эти самые не выше 80. И как только температура внутри колбасы, и об этом мне просигнализировал бы вот этот термометр, достигла заданной 69, я сюда бы пуль несся, скорее вытаскивал бы эти самые сосиски и опускал под холодную воду. Потому что температура внутри 70, да, а поверхность-то уже в 80. Вода же 80 градусов была. А вот с этим агрегатом никаких таких проблем нет. Он может хоть целый день наплескаться, эти самые сардельки. И этот насос с терморегулятором будет поддерживать именно 70, не выше. Вот ради вот этого удобства-то я и купил его. Вчера таким образом ветчину варил. Могу сказать, у меня получилась самая сочная ветчина из всех, которую я за последний год готовил. Здесь только исключительно свиная шейка. Просаливалась она у меня, нарезанная кусочками, ну, небольшими, грецкий орех, наверное, где-то неделю, после чего я вчера отобрал где-то процентов 30, наверное, этих кусочков, самых жирных, салом. Разбил в прах, просто в дребезги, в эмульсию, в блендере. Добавил туда перца, добавил чеснока, добавил, кстати говоря, смесь FS2. Это мускат, по-моему, называется. У Павла Колбаскина. Если интересный состав, зайдите к нему на сайт, посмотрите. Добавил эту смесь, добавил воды, вымешал все, завернул в пленку коллагеновую. Тоже будет смеяться от Павла. Вот, и в сувиде приготовил. Ой, запах. Вот этот батончик все еще запечатан. От этого половину с утра уже успели скомячить. Подождем готовности колбасок. Вот они и готовы. Смотрите, какая красота. Отличная, считаю, просто отличная. Пахнет чесночком, перцем. Очень мне нравится эта приблуда. Никакого геморроя и идеальная сочность. Прям отлично. Но если у вас такой нет, ничего страшного. В принципе, примерно то же самое для затравки. Можно приготовить вообще без всяких термометров. Значит, смотрите, если у вас колбасная оболочка 22, 24, 26 миллиметров, то полтора-два килограмма таких колбасок кладете в холодную пустую кастрюлю и заливаете кипятком. Не кипятите, просто кипятком залили и все. Не в кастрюлю с кипятком кладете, потому что кастрюля тоже будет горячая, а именно в холодную кастрюлю положили колбаски, полтора-два килограмма, диаметр 22, 24, 26 миллиметров, и заливаете кипятком. Примерно 2-2,5 литра. Засекаете 15-20 минут, ждете. Вода остывает, сосиски нагреваются. 15-20 минут прошло, доливаете еще примерно 1,5 литра кипятка и ждете еще 20 минут. И все. И все. Плюс-минус они дойдут до заданной температуры. Ну, конечно, чтобы идеальный совсем получить, нужно воспользоваться термометром. Я вам ссылку на него давал. Нет, найдете в интернете. Вариант, конечно, не идеальный, но для того, чтобы заразиться колбасным делом, вполне годится. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok